Ну вот представьте себе, вы здесь спокойно живете, ходите на работу, общаетесь с домашними, с соседями, с услуживцами, с кем-то в транспорте, и вдруг хопа, к вам приходит следователь и предъявляет записи ваших разговоров. И там вы неосторожно упомянули какой-нибудь Крымский мост, свое отношение к Путину, к Азову, к Украине, еще к чему-нибудь. А если вы при этом находитесь в тюрьме, и к вам просто подходят ваши, так сказать, коллеги по несчастью. Вот это случилось с Алексеем Горином, политзаключенным, бывшим муниципальным депутатом, который был осужден на 7 лет в 22-м году за то, что был против конкурса детских рисунков. Сейчас на нем начался суд, это новый суд, Владимирский гарнизонный суд, его будут судить за публичное оправдание терроризма. Это была провокация ФСБ. То есть по заданию оперативников на заключенных, самых разных заключенных, навешивали прослушивающее устройство, и когда навешивают, включают кнопочку и отправляют Гориного, поговорить с ним, задая ему вопросы про Путина, про Украину, про Керченский мост, про то, про все, про 5-е, 25-е. Он разговаривал. 14 часов записи, 14 часов. И экспертиза нашла там 14 ужасных слов. Его сейчас будут судить. Говорят, что суд будет проходить аж целых три дня. 27, 28 и 29 ноября. На днях были предварительные слушни. И, судя по всему, Алексей Горинов получит новый срок и явно совершенно перережим. Он ровно идет в конве Алексея Навального. У Алексея Навального тоже был сначала общий режим, и он сидел в той же колонии, что и Горинов, и К-2, город Покров. Скорее всего, сейчас будет перережим, и Алексей Горинов переедет в ИК-6 Мелехова. Ровно как Давальный. Обмен вы говорите? Я не знаю, кто влияет на обмен. Влияет на обмен политики. Причем политики самого высокого ранга. Ну, конечно, Горинов должен быть обменен. Вообще, Горинов не должен сидеть в тюрьме. Поддержите его письмом. Ему это очень надо. Продолжение следует...